добрый день уважаемые зрители я сейчас немного анонсирую какие-то свои материалы которые я собираюсь сделать тем более что вот мои исторические экскурсы на тему силового спорта они определенный отклик читательский имеют ну наверно многим будет интересно как это было в прошлом веке ну и многие вещи которые сейчас людям кажется что они только появились на самом деле это все давно существует и существовало и до моего поколения атлетов и так пока вот небольшой анонс то есть если кто-то слышал но никогда не видел вот так выглядели сам издатовские тетрадки книги которые ходили по единоборствам вперед каратэ это в общем-то 80-е годы вот любовно делалось там своими силами такие вот брошюрки это я в своем архиве нашел дальше то что касается power лифтинга и многих сопутствующих видов я уже вам рассказывал что был такой журнал швыр атлет который я выписывал с 83 года вот видите угадайте что человек делает на обложке вы здесь увидите это журнал за март восемьдесят четвертого года вот видите тут отчеты соревнованиях по троебори то есть тогда это не именовалось power лифтингом вот здесь немецкие протокол то есть мы тогда только готовились советском союзе то есть уже практиковали тренировались в этих видах вот у меня фотография то есть из наших залов там смотрите как это выглядело то есть немножко это все было посерьезнее чем у современных блогеров у меня много этих материалов ну и кстати тогда же в этих же журналах тоже шла речь и про бодибилдинг это вот тоже за 84 год журнал ну и те ребята которые считают что сейчас стрит лифтинг придумали и что-то такое то есть то же самое всего было вот восемьдесят третьем году то есть мне зала пришлось что все сидеть переводить благо отец помогал ну в отличие от своего отца который владел 18 иностранными языками я в общем-то тем чем владел только в рамках того чтобы судить соревнований понимать а вот такие тексты но это вот такое лирическое отступление анонс если вам интересно задавать на тему этих видов спорта и их истории в ссср и затем в россии вопросы я поскольку был непосредственным участником событий я расскажу как это было но скажем так на самом деле для многих возможно это будет таким каким-то открытием а сейчас вот мое предыдущее видео где я объяснил почему соревнования по пощечинам это производства инвалидов в лучшем случае и что ни в коем случае нельзя в этом участвовать мне задали вопрос что я думаю о соревнованиях по единоборствам среди неподготовленных людей в отношении там всяких битв блогеров которые сейчас стали популярными там тому подобным вещам но как раз вот в этом я ничего такого очень опасного и плохого не вижу то есть всегда существовало стремление у тех людей у которых здоровая психика мужская но которые по тем или иным причинам как-то обошли вот эту вот ситуацию когда имели возможность испытать себя там в поединках по каким-то правилам они ее старались наверстать то есть все-таки попробовать что это такое но и стал в моем поколении тем более что я там раннее детство провел в махачкале так сказать все сознательно детство и юность там я вырос в бренске которые в общем то и всегда был и до сих пор является одним из самых жестких городов то есть вот в то время там люди которые выросли в таких местах потом там служили в армии и так далее других вариантов в принципе не рассматривалось ну им сложно было избежать каких-то таких ситуаций испытаний а вот практически наверно в моем поколении невозможно было вырасти там и ни с кем там не подраться и так далее ну сейчас как-то жизнь изменилась и много есть более скажем дружелюбных мест в общем-то стремление вот себя проверить периодически возникает у разных людей вы вспомните фильм свое время нашумевший про бойцовский клуб то есть мы там про все эти правила бойцовского клуба ну и в принципе вы же знаете что потом тоже стали возникать и что-то вроде того о чем в этом фильме рассказывалось и другие разные там системы ситуации где натаскивали людей якобы на драку но в конечном счете это все к чему приводит то есть принципе результатов может быть три либо человек пробует и завязывает со всем этим на оставшуюся жизнь если он понимает что в общем мягко говоря это не его второй вариант впадает в какую-то там я не знаю ересь мистику и прочее начинает там искать каких-то волшебных путей которых не существует с моей точки зрения ну и самый здравый момент человек начинает заниматься серьезно и поэтому вот как вы заметили вот никто из этих бойцовских клубов там он не прожил долго то есть они или распустились или стали ну скажем секциями по каком-то из направлений единоборств потому что как правило рано или поздно в такой бойцовский клуб приходил кто-то там с минимальными какими-то навыками там какой-то боксер разрядник и дружно объяснял всему бойцовскому клубу что в общем если хотите там научиться бить морды идите на бокс и и все у вас получится вот ну и в принципе многие именно по такому пути ну я не говорю что обязательно должен быть бокс там достаточно контактных видов и достаточно направлений сейчас но в общем то люди понимали что им интересно заниматься может быть и не с прицелом там на профессиональную карьеру но более или менее серьезно поэтому ну я и приветствовал и сейчас приветствую тех людей которые в принципе практикуют какие-то такие вещи организуют там соревнования для новичков и дают возможность попробовать ну и в принципе здесь вопрос просто в честности и организаторов и участников потому что я вообще противник того чтобы выталкивать человека на ринг там или на татами если он совсем не подготовлены то есть людей надо сначала готовить учить защищаться там и так далее но такой нормальный путь вот но даже если вот так получилось и люди вышли с минимальной подготовкой там подготовили это месяц там или еще что-то по большому счету там и за более длительный срок чему-либо сложно научиться но если против него такой же противостоит то ничего страшного не получится то есть они еще не могут тоже без подготовки друг другу а вот чтобы вы понимали разницу допустим допустим удар подготовленного человека сильнее удара там неподготовал неподготовленного но с аналогичными тактико-техническими характеристиками в 17 раз то есть если профессионал такой ну мы крайние точки берем там мирового уровня в режет там просто человеку как бы который никогда ничем не занимался это может закончиться очень печально и я знаю человека допустим еще из старые ипостаси боевых искусств то есть очень хороший очень порядочный человек то есть все его уличные поединки то есть он никогда не начинал ничего первым там всегда это было только защита но они все заканчивались поскольку он бил голыми руками они заканчивались как минимум трещинами в черепах соперников вот но это человек обладающий там очень серьезной подготовкой и очень хорошо поставленными ударами а вот и более того даже люди которые там прозанимались много лет все равно практически я не видел больше но вот ударов такой силы и мощи разрушительны вот ну опять же может быть ситуация когда с человеком неподготовленным каким-то образом окажется в поединке человек значительно его превосходящим но большинство и опять же из тех людей которые занимаются единоборствами они в общем-то следуют принципам гусидо и то же самое поняв что они в неравных условиях находятся они стараются не причинять своим соперникам там серьезных травм не добивают и так далее я тоже там массу таких схваток видел потому что бывают ситуации вот в принципе на той же стрелке да там которая рассчитана именно на людей которые не очень долго занимались и в принципе являются новичками то есть там иногда оказывается и спортсмены но явно соревновательным опытом с хорошим подготовлены я в общем не 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 всегда понимал что они там делают может кому-то захотелось там просто погреться или других возможностей не было или просто он может быть сам себя недооценивать но понятно что эти схватки очень быстро заканчивались и у новичков против даже средне подготовленного ну уже скажем так профи или полупрофи у них шансов никаких нет ну и тем не менее вот если соперники равны если судьи следят и если ну соответствующая организация всего этого процесса всегда можно посмотреть там можно не одевать там легкие перчатки там то есть перчатки побольше там раунды покороче и т.д. и т.п. то есть ничего страшного в этом не вижу но лучше конечно идти традиционным путем потому что чудес ну не бывает никаких там все эти рассказы там про выдающийся дух там еще что то то есть это все понятно нужно но с каким вы духом не выйдете если вы ничего не умеете и вы если вы физически не готовы там человек просто работает как на тренировке учили и вам абсолютно нечего будет ему противопоставить поэтому опять же ну сейчас вот существует такая ситуация когда ну большинство людей которые там на нашем чемпионате Брянской области под том же ММА они вряд ли бы дошли даже там до финальной тройки они тем не менее там на каких-то мероприятиях они чуть ли не как главные выступают поэтому всем добра пусть разные формы существуют в боях блогеров ничего страшного и большой опасности нет